Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я живу с парнем в его квартире полгода, не совсем чувствую себя как дома, потому что когда я еще не заехал, он пригласил подписать контракт, что это его квартира. Мы не расписаны, то есть заранее обозначил свою позицию. Я переживаю за будущее, ведь если дети, мы распишемся, теоретически мы можем поругаться, и он меня может выгнать, но я надеюсь на искренности, что это не произойдет. Но внутри что-то неспокойное, я до сих пор ничего не подписала. Спустя полгода мы ругаемся, он говорит, если тебе что-то не нравится, уходи. Еще спустя месяца открыл дверь машины с моей стороны перед домом моей мамы, когда мы ругались и сказал, иди к маме. Вещи я потом привезу твои. Естественно, я воспринимаю это как временную злость, потом слышу прощения, но как бы внутри ненадежное, и есть вопрос, есть ли будущее у таких отношений. Смотрите. Во-первых, вы говорите, что вам нужна поддержка, да? Я как бы, ну, хотелось бы немножко уточнить, вот, поддержка в чем, да? То есть, ну, тут, если, если мы как-то здесь говорим о поддержке, то, ну, наверное, нужно как-то, ну, понимать, да? Все, в чем именно вам хотелось бы поддержку получить, вот, какую именно поддержку получить, потому что, ну, очевидно, да, что мы вас не знаем, и очевидно, что, ну, как-то, значит, тут вот конкретно я бы сказал, что, ну, вот, довольно неопределенно вы говорите. Дальше, как я для себя вижу эту ситуацию, которую вы, ну, которую вы описываете, как я ее вижу для себя? Я ее вижу для себя, вот, таким образом, что вы, ну, человек, значит, который, вот, ну, какое-то время, получается, вероятно, большую часть своей жизни, жили с мамой, вот, привыкли, соответственно, на нее полагаться, увы, вот, и что это означает, да? Вот, если, ну, если, ну, вы, ну, привыкли полагаться на маму, ну, наверное, это означает то, что вы не привыкли полагаться на себя, ну, сами, вот, вот, то есть, значит, ну, вы, ну, в этом смысле, ну, как-то вот больше, значит, привыкли, что кто-то рядом с вами есть, это кто-то, если что, вас может поддержать и помочь, вот, потому что, ну, судя по тому, что вы описываете, да, как, значит, самостоятельно, да, вот, своего, ну, своего жилья у вас в этом смысле нет, как будто бы, вот. Вот, и я думаю, что, я думаю, что, когда вы выбирали молодого человека для отношений, я думаю, что вы выбирали его из вот этой вот позиции, из позиции, как бы, снизу вверх, с напрящего человека, вот, на мой взгляд, именно, вот, поэтому, ну, в какой-то степени, молодой человек, позволяет, значит, ну, во-первых, там, говорить вам то, что он говорит, вот, ну, и, соответственно, вы выбрали такого человека, который вот как раз несколько более самостоятельный, да, получается, чем вы, и для него вот эта вот идея, идея какой-то независимости, идея какой-то самостоятельности, она актуальна, вот. Я не думаю, что вы, что вы могли этого не знать, когда встречались с ним, когда выбирали его, когда, вот, у вас появились, появились какие-то чувства, вот, то, почему именно этот человек, и так далее. И я предлагаю вам посмотреть на эту ситуацию именно, вот, от такого угла, что молодой человек, это, по сути, такое вот, отражение, то есть молодой человек, это отражение, это ваше отражение, это отражение того, чего вы, ну, хотели бы, сам, сам, вот это, на мой взгляд, очень важный, вот, молодой человек, это то, чего вы хотели, это отражение, вот, ну, какой-то степень, отражение вашей, такой вот, ну, если угодно, да, потребности, в независимости, в независимости, которую вы, на мой взгляд, себе подавляете, ну, к большому моему сожалению. И, значит, когда вы, вот, условно говоря, сталкиваетесь для себя, вот, ну, с такой ситуацией, да, когда вы сталкиваетесь для себя, вот, с его поведением, вот, у вас, ну, естественным образом, на мой взгляд, возникает страх, вот, потому что вы сталкиваетесь с, ну, с какой-то вот независимостью, да, с желанием мужчины быть автономным, быть, ну, свободным. И сейчас не так важно, чем это продиктовано, да, сейчас не так важно, почему, так, просто на эту ситуацию, в целом, в целом, нужно, на мой взгляд, смотреть, вот, именно, в контексте вашей жизни, вот, ну, никак не, никак не, не, ну, вот, как-то обособлено от этого, да, то есть, потому что вот это вот, на мой взгляд, как раз было бы, ну, неправильно, некорректно. Я думаю, что, тут вы можете со мной не согласиться, вот, но я думаю, что, столкнувшись с любым проявлением, вот, если можно так, выразиться какой-то вот независимости, да, столкнувшись с любым проявлением, ну, какого-то стремления, да, к автономности, вот, я думаю, что вы испытывали, испытывали, ну, испытывали, или испытали бы, ну, примерно, примерно, то же самое, вот, я думаю, потому что в этом вы видите себе угрозу, вот, и, как я думаю, это угроза, она, в принципе, реально, вот, потому что вы не доверяете себе, потому что вы не полагаете на себя, вот, и вы, вот, в итоге обращаетесь с этим, вот, ну, так, то есть, ну, через какую-то надежду, да, на, там, и на искренность, вот, через надежду на понимание и прочее. Вот ваши ссоры, конфликты, конфликты, которые имеют место быть, очень похожи на то, что вы себе не доверяете, и, как бы, от человека требуете обеспечить вам, ну, какую-то безопасность, да, вот, от человека требуете, значит, дать вам защищенность, ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, вот. При этом, не имея контакта, не имея контакта, ну, самой собой, по сути, вот, но при этом желая обеспечить себе защищенность, то есть. Дело в том, что даже в случае, если действия молодого человека для вас не являются приемными, не являются корректными, адекватными и прочее, то даже в этом случае, вы совершенно спокойно можете просто сказать ему, ну, мне это не подходит, вот, мне это не подходит, это не совсем мое, то, что ты говоришь, да, у меня немножко, ну, ценности, у меня немножко ценности, другие, можете вы сказать, и все, и как бы, ну, условно говоря, да, ситуация была бы решена, вот, в этом смысле, но вы, вы пытаетесь, значит, на что-то надеяться, вы не принимаете решения, ну, относительно, вот, как бы, ну, своей жизни, то есть, вы, вы, ну, не опираетесь на себя, в этом, в этом смысле, в этом смысле, вот, вы пытаетесь, как-то, добиться, добиться, что ли, от человека, значит, чтобы он дал вам, ну, вот, какую-то, какую-то опору, вот, и само собой, само собой, это порождает, ну, вот, как раз, как раз, как раз, как раз, предмет, ну, предметы для ссор, вот, на самом деле, это не может, не может меня прождать пример для ссор, потому что, получается, что вы все время, как бы, пытаетесь опереться на человека, вот, и вот, и вот, натыкаетесь на, условно говоря, барьер, да, натыкаетесь на, там, ну, грубо говоря, отказ, то есть, человек говорит, нет, я, у меня своя позиция, да, у меня своя, ну, своя линия поведения, вот, и все, все, я вот, ну, хочу, хочу, так, и буду делать так, вот. Говоря о будущем отношений ваших, мне хочется сказать следующее, что отношения зависят в том числе от вас. Вот. И я думаю, что есть прямая связь между определенностью вашей жизни и ваших отношений и тем, насколько вы уверены в себе. Поэтому для того, чтобы вам, вот, решить вашу проблему тревожности, вот, нужно развивать контакт с собой, вот, нужно учиться доверять, значит, себе, вот, уже поплом решить, как вы видите своего молодого человека, что вы в нем видите, вот, как вы себя воспринимаете, воспринимаете с ним, и чего вы вообще хотите в своей жизни, вот. И сейчас молодой человек для вас на первом месте. Он является определяющей фигурой вашей жизни. Это вас обесценивает, вы транслируете, вот, вот эту обесценивающую такую тенденцию, и он обесценивает к большому сожалению вас. Вот. Поэтому, вот, нужно в первую очередь, чтобы вы, значит, ну, перестали себя обесценивать сами, начали, значит, доверять себе, вот. И определились с тем, куда вы идете по жизни, потому что, ну, вот, сейчас ваш, как бы, ориентир, на семью и детей, он вызывает ощущение, что вы ничего не оставляете себе. Ну, себе, я имею ввиду, себе саму ничего не оставляете. А все у вас про другого, про других людей. Я не думаю, что это хорошо, потому что для того, чтобы, например, ну, допустим, воспитывать детей корректно, комфортно для них и для родителей. Вот. Нужно, чтобы вы наполнились опытом, чтобы вы наполнились своей ценностями, чтобы вы были, ну, в буквальном смысле, готовы отдавать. Если вы сейчас внимательно посмотрите на то, как вы ведете себя в отношениях, то вы увидите, что, по большей части, это история про потребность получать. И, конечно, никто не говорит о том, что получать это плохо. Нет. Получать нужно, получать необходимо. Вот. Это абсолютно нормально. Вот. Никто, ни в коем случае, никто не говорит что-то плохое. Но, у вас, как будет там быть, кроме этого, ничего больше нет. Понимаете? Ну, я могу, ну, предположить, да, могу допустить, что ошибаюсь, что, ну, что неправильно понял, вот, то, что, ну, то, что вы написали. Я, ну, не спорю. Но мне бы хотелось исключить вот этот момент. Мне бы хотелось вот так же, как вам хотелось бы быть уверенным, да, ну, в будущем, в своем будущем и так далее. Вот. Уже мне хотелось бы быть как-то, как-то уверенным в том, что, как вы сейчас воспринимаете свои отношения. Вот. И не воспринимаете ли вы их вот так, как я думаю. Потому что, если это так, то вот корректировать нужно в первую очередь именно эти моменты. И когда эти моменты будут скорректированы, то само собой, понимаете, само собой получится так, что все для вас станет на свои места. Ровно, 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 так, как и должно быть. То есть, вы увидите, что для вас приемлемо, вы увидите, что для вас неприемлемо. Вы увидите, значит, что вы плюс-минус чувствуете, чувствуете к, ну, к человеку, вот. И что вы чувствуете, ну, условно говоря, по отношению к самой себе. Ведь это, как мы понимаем, да, это идет, ну, на первом месте. Вот. То, как вы воспринимаете сами себя. Вот. Вот. Ввиду наличия, на мой взгляд, вот, всех этих проблем, вот. Ввиду наличия, на мой взгляд, у вас определенных противоречий, в том числе, в том числе, привязки к маме, на мой взгляд, вы привязаны к своей маме, на мой взгляд. В взгляд, вы, ну, условно говоря, там, до сих пор, в той или иной степени от нее, от нее, вы не сепарировались. Вот. Вот. Я думаю, что решать, решать, нужно именно эти вопросы. Решать нужно именно эти моменты. Прямо сейчас. А не пытаться, ну, понять, да, есть ли будущее у отношений, потому что, на мой взгляд, как таковых, ну, отношений, вот, ну, с точки зрения, да, того, что мы можем, условно говоря, ну, как-то взять и... И преследовать. Вот, нет. Такого нет. Вот. Я думаю, что, ну, в идеале, вам бы, вот, немножечко, эм... сепарироваться сейчас от молодого человека, склониться от него несколько. Я думаю, что, эм... в идеале, эм... дать себе, эм... время, времени немножко, да, для того, чтобы, эээ... ну, вот, как-то, как-то, эээ... ну, сориентироваться, вот. Вам, вам, в первую очередь, вам, эээ... вам, эээ... вам, ээээ... самой, эээ... сориентироваться, именно, вот. Вот. Для того, чтобы, чтобы определиться, куда идёте лично вы. Вот. И вот, ээээ... ээээ... это время, да, ну, может, может быть, ээээ... несколько, ну, несколько, может быть, меньше, ээээ... ээээ... там, допустим, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ какое-то время, вот, пока вы занимаетесь собой, например. Вот. Ну и я думаю, что больше порагаюсь на себя, да, и вот, исходя больше из этого, я думаю, что вам будет весьма и весьма проще, значит, определять. Свою жизнь, вот, сейчас, сейчас, сейчас вам очень сложно это делать. Вот, я думаю, как-то так, я думаю, что, ну, такой ответ плюс-минус можно вам дать. Вот, спросите, пожалуйста, себя, хотите ли вы меняться, именно вы, именно вы и именно сам, вот, хотите ли вы меняться? Если, если да, то в каком направлении, как именно вы хотели бы меняться? Ну и так далее. В этом, я думаю, мы сможем вам оказать необходимую помощь. А вот ответить на вопрос, если будущее у отношений ваше, вот, ответить на этот вопрос, никаким образом не получится, вот, потому что это всё-таки, ну, из области погабать. Психологи этим не занимаются, психологи не занимаются габанием, вот, поэтому, поэтому, вот, у нас есть, ну, скажем так, определённое ограничение. Прошу отнестись к этому с пониманием. На этом всё, я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь, за помощью не затягивайте. Субтитры создавал DimaTorzok